Когда у вас наработаны реакции тела вашего, ответные реакции, вам будет безразлично, чем вас бьют, под каким углом вас бьют и с какой скоростью вас бьют. То есть ваше тело все равно должно отреагировать, для него не должно быть неожиданных положений. Для него не должно быть неожиданностей, скажем так. И нарабатываются эти все реакции до уровней, как он говорил, человека надо чувствовать как велосипед. Когда вы едете на велосипеде, ваши мозги не думают, как управлять велосипедом в плане удержания баланса на дороге. Куда переносить свой вес, куда смещаться, где наклоняться. Все это происходит в автоматическом режиме, делает ваша мышечная память и ваше подсознание. А ваш мозг в это время занимается тем, что он прокладывает маршрут, объезжает препятствия, мглазеет по сторонам и так далее. То есть то, что обрабатывают информацию, которая происходит вокруг. А управление противником, то есть велосипедом, оно должно происходить на таких вот уровнях. А когда эти уровни не достигнуты, о чем там говорить, о каких-то рукопашном боях с использованием данной системы, мы можем говорить. Это да. А я бы сказал со своей стороны, что если вы уже знаете, что такое рычаги, потому что большинство не знает, там кадочников тогда все время, что такое рычаги, там все, как это, да, б, м, он говорит, ну как же, это же там твердое тело, частое в виде стержня, которое имеет там точку опоры, да, плечо или плечи, приважение силы. Народ просто, ну как бы, ну есть там рычаги какие-то, не понимаю. Так вот, вопрос в том, что когда вы начинаете понимать, и вы действительно усвоили теорию, вы понимаете, о чем речь, хотя бы, ну, на уровне, как бы, общей концепции, старайтесь попробовать себя в разных режимах работы. Не стесняйтесь там, поборитесь с тем, кто умеет. Посмотрите, работают ли ваши рычаги на противнике, который понимает, что там делать. Поспаррингуете с теми, кто может нормально вам накидать, там, чтобы вы имели материал для осмысления, для анализа своей работы. Успеваете вы это сделать, не успеваете? Как вы прилипаете? У вас есть, допустим, там, ну, какая-то идея, что вы должны прилипнуть к атаке, установить с противником контакт и выставить свои рычажные системы на него сработать? Это попробуйте, правда ли это, или это пока еще на уровне идей. Пофехтуйте там, подвигайтесь, насколько вы улавливаете движение партнера, противника, как вы реагируете на его атаки, контратаки, чтобы вы имели материал, с чем вы будете работать, чтобы вы не плавали где-то, ну, в каких-то там непонятных теориях, иллюзиях и думали, что вот, вот в критической ситуации, там, по-боевому это будет вообще, ну, то есть, не надо фантазировать. Есть всегда возможность целую кучу моментов попробовать, пощупать на себе лично, получить где-то, сделать выводы, перестроить свою практику, это всегда идет на пользу, ну, это сто процентов. Ну, мне вот, еще я тоже добавлю, если мы рассматриваем систему Кадочникова, ну, в боевом применении, да, то не надо забывать, что это армейский рукопашный блок, именно армейский. Он заточен под это, не под соревнования, не под восьмой угольники, а именно применение боевых условий, когда на человеке там определенная экипировка, определенные условия, определенные его состояния физико-психологические. Вот, и, если, скажем так, постарались вывести ее, адаптировать к гражданскому применению систему Кадочникова, то, мое мнение, психология все-таки осталась армейская. Вот, то есть, у самого этого рукопашного боя, в гражданском применении, все-таки, психология этого рукопашного боя, она все-таки осталась армейская, это надо понимать. Вот, а дед говорил, все, что хорошо в бою, хорошо и для нас. Все, что мы можем применить в бою, мы применяем, и в бою нет запрещенных приемов, то есть, нету спортивного поведения, это тоже надо понимать. А это обуславливает то, что, как бы, повышает степень вашего выживания, в том числе применение вот этого всего. Ну, это, ты знаешь, для восприятия большинства людей это очень тяжело, потому что чем шире границы, тем быстрее человек запутывается. Потому что большинству людей надо отправная точка, с чего начать, куда двигаться, эти какие-то вектора, видеть направление, куда он идет. Потому что общая концепция, вроде бы, она такая, ну, интересная, абстрактная, но человек пока через себя не пропустит какие-то знания, навыки и не получит какой-то результат. Для него это все пустой звук, по большому счету. Как ее использовать, эту информацию, как эти знания научиться применять и что под этим скрыто, под этими знаниями и умения довести до уровня навыка, довести до автоматизма. И тогда она начинает работать. А когда эта информация не умеется, человек не умеет ее применять, а тем более она у него не впитана в мышечную память, и если он не работает на уровне обработки информации подсознания, то, скорее всего, у него ничего не получится. И не только в системе Кадочникова, но и в других направлениях. Везде нужны автоматизмы, в любом направлении, в любом виде спорта. А как же секретные приемы? Секретные приемы, они для избранных. А, вот. Только избранные владеют секретными приемами. А нам, простым смертным людям, надо все-таки тренироваться и добиваться приобретения мышечной памяти и так далее, и так далее, и так далее.